15.05.2024. Высалием Соскиным. Как время бежит? Да, уже полмая нету. Ну что, май, конечно, еще веселее с точки зрения, конечно, в кавычках, чем все предыдущие месяцы. И, видимо, будет еще больше разных таких неожиданных событий, драматических и трагических, и будет хаос разрастаться очень серьезно. Причем его именно некрозно-энтропийные формы. Они становятся все более преобладающими. Их никто остановить уже, сдержать не может, потому что потуги эти становятся просто смешными. Ну вот, что такое очень важное произошло? Да, это, естественно, это фронт, это отступление в районе Волчанска, сдача там сел некоторых оказались неподготовленными позицией. Вот, это уже как бы никто и не скрывает. Появилась информация, что якобы там в плен попали бойцы Кракена. Правда, неправда? Ну, видим, фотографии есть. Так ли? Может, неправда? То есть, все больше такой информации появляется очень, она становится все более сумбурной и все более неожиданной. И она ломает те схемы, которые выстраивает власть. И в Российской Федерации, и в Украине, и в Белоруссии, и везде, и в Турции. И там Эрдоган собрался там срочно свои органы, потому что там готовилось его переворот, его там, ну, это ж такое дело. Уже, ему давно уже пора на пенсию, пошел бы рыбу лучше бы ловил, и не надо было бы так напрягаться. Уже ж видно, что тяжело ему этим всем заниматься, очень тяжело. А ну, хочется, все равно хочется, да? Пока, говорит, руки носят, еще поработаю. Так вот, и так везде. Везде у всех одно и то же. У всех одно и то же. И в Китае, и в Корее, да и все это, в Соединенных Штатах, Америке. Он, Шольц заявил, что пойдет, хочет быть канцлером после выборов 25-го года. Хотя он им не будет. Понятное дело, что, ну, ни при каких обстоятельствах не сложится его. Победа. Ну, теперь, ладно, давайте не про это все, это как бы прелюдия. Давайте вот то, что в Украине произошло. Как известно, Зеленский должен был ехать срочно в Испанию и Португалию, подписывать там соглашение о безопасности. Была у него уже встреча с королем Испании прописана. Должен был быть обед. Король Испании в честь Зеленского. Ну, и его супруги Олены должен был дать обед. Там где-то в таком месте хорошем. И вдруг сегодня сообщение, что уже Зеленский не едет ни в Испанию, ни в Португалию. А шо случилось? А шо такое? В связи якобы с тем, что тяжелая ситуация в Украине, в частности в Харьковской области. Ну, по-моему, тяжелая ситуация в Украине всегда. А Зеленский при этом все время ездил. Везде. Что ж такое произошло чрезвычайное, что Зеленский вдруг отменил колоссального значения два визита. которые, по сути, ну, ломают всю его модель продвижения, вот, именно его устойчивости как лидера не просто в Украине, а в Европе. И причем любимчика именно вот этих королевских европейских домов. Это событие, очень такой плохой звонок для Зеленского. Почему? Итак, сегодня у нас 15 мая, да? А выборы президента по Конституции Украины должны были произойти 31 марта, подчеркиваю, 2024 года. То есть, уже апрель, полтора месяца, 15 мая, в Украине не было выборов, и поэтому фактически у нас нелегитимный президент. Ну, не фактически, а де юре. У нас нет президента. Ну, говорится, военное положение, военное положение, так он же Зеленский сам и вел военное положение. Не вводи военное положение. Войны ж нет? Нет. А раз нет войны, то как может быть военное положение, которое вводит сам Зеленский? А послушная группа так называемых его слух, которые типа слуги народа, и народные депутаты там еще какие-то, жмут на кнопки и его продлевают каждые три месяца. А что на три месяца? А почему не на месяц? То есть это разве не узурпация статьи, пятой статье Конституции власти прописана? А что заявил Блинкин, да? Как он там сказал вчера? Блинкин, да? Целый Блинкин приехал. Классно на гитаре там играл, да? Пиццу ел, молодец, конечно. Там что-то на него накинулись. Ну что, он все нормально делает. У него свободное время. У него контракт с американским государством. Он выполняет контрактные обязательства по отношению к американскому государству. Да, он защищает интересы американского народу. Конечно, защищает. Он сказал, что украинцам надо мобилизовываться и идти воевать против Российской Федерации. Он защитник народа США, мужчин США. Молодец, браво. Так же, как Миша Джонсон, Майк Джонсон. Поэтому какие претензии к Блинкину? Учитесь у него. А если вы не понимаете этого, ну-то, кто вам, как говорится, виноват? Учитесь, работайте над собой, думайте, если можете. Карнавальное общество, хлеба и зрелищ. Поэтому хлеба нет. Кушайте хоть зрелище Блинкина, игру на гитаре, с кулебой, как они пиццу ели. Вот и все. Все нормально. Так что Блинкин приезжал? Посмотрите, у Шелеста там он меня спрашивает. Гоголя, считайте, такая у него есть пьеса. К нам едет, это, ревизор. Как ревизор должен был приехать в уездный городок, провинциальный. Так это гонология очень такая, да, нормальная получается. С нашими обстоятельствами. А вот и все, все правильно. Но давайте дальше. Итак, что сказал Блинкин? Говорит, когда народ, типа, сам вот решит, что надо проводить выборы. Так может народ уже решил? Как это определить? Может надо проводить народные вещи, чтобы определиться? Решил народ или не решил проводить выборы уже президента? Классная позиция, правда? А народ решил мобилизироваться или нет? Ну, народ не хочет на мобилизацию идти. Не хочет. Ну, народ же принуждает. То есть, как выборы, так выборов нет. Как мобилизация, могилизация, так она есть. То есть, нехило получается в 21 веке, правда? Все же свободны. Рабов нет. Крепостных нет. Никто никому ничего не должен. Это они нам должны, не мы им. Мы же их содержим, эти власти, а не они нас. Теперь смотрите, что получается. То есть, 18-го, собственно, сегодня 15-е, это получается у нас, что там, 18-е, среда. 19-е, 16-е это четверг, 17-е пятница, 18-е суббота, ну и все. 19-е воскресенье, 20-е понедельник. И уже нет вообще никакого президента. Уже Стефанчук должен выполнять функции президента в Украине. Поскольку военное положение антиконституционно, так как документ про мобилизацию, он антиконституционен. Ну так все. Поэтому мы входим в переходной период. Поэтому Зеленский перепугался. Ему сказали, ты сиди, парень, никуда не это самое, не выезжай. Это во-первых. А во-вторых, король Испании, он же легитимный, правильно? В отличие от Зеленского. То есть целый король думает, я сейчас с этим Зеленским встречусь и себе испорчу, и себе, и своим близким, и своим потомству испорчу портфолио, биографию. Что король Испании взял, встретился с совершенно каким-то нелегитимным человеком с Украины. Скажет, а куда ж ты смотрел, а, король? Ты ж король, у тебя ж там куча всех людей, что они тебе не сказали, что ты не можешь с ним встречаться? А ты его обедом хочешь кормить? Тебе что, нечего делать? Он на бедных деньги потратит, а не на Зеленского, его жену. То же самое, видимо, в Португалии объяснили этому президенту и всем остальным. А я предупреждал, что Зеленский будет невыездной. И с ним никто встречаться после 20 мая не будет. Ну, там по телефону еще можно поговорить. А приезжать, а что приезжать к нему? Кто он такой, чтобы с ним встречаться? Кто он такой? Ну, со Шмигалем, понятно, он премьер. Пока. Но будут, когда уже должны выборы быть Верховного Совета, тогда и он будет нелегитимный. Но он уже так нелегитимный, потому что нарушение Конституции большинства, парламентского большинства в Верховном Совете давно нет. И это легко проверить. Надо просто, если была у нас оппозиция, там у нас название только есть, Евросолидарность, Батьковщина, там как там, Голос, еще кто-то. Но у нас нет нормальной оппозиции, как проложено, парламентской оппозиции. Которая бы должна проверить, есть у нас большинство партийное, парламентское или нет. А если нет большинства, то Шмигаль должен уйти в отставку. Вот и все. Пока не будет создано новое парламентское большинство. Четки все тупые, а? Некомпетентные, трусливые, тупые, глупые. Аж противно. Но главное, народ терпит. Раз народ терпит, ну так что? Кушайте сколько там. Пока не трескаете, пока за ушами не будет у вас трещать. Хлебайте это варево, которое вам варят. Помой эти. Кланово-корпоративные группы бандократии правящие. Ну ничего не сделаешь. Вот такая сложилась картинка золотые мои. Что сказал Блинкин? Говорит, мобилизируйтесь, украинцы, мужчины. Идите на мясо, потому что нельзя, чтобы американские мужчины гибли. Это раз. Второе. Блинкин приехал перед окончанием полномочий Зеленского. Официальных два. И сказал, что как народ скажет. Ну так народ уже давно сказал. Сейчас должны Порошенко и этот самый, как там это, Тимошенко сказать. Еще там разные. Бойко, что он так испугался. Левочкин, видимо, же должен что-то сказать. Другие депутаты. То есть практически президента уже в Украине нет. Путин, кстати, заявил, что он готов на переговоры. Говорит, на гарантии. Все четко. Вот такая получилась у нас ситуация. Ну и все. Сейчас будем смотреть. Ну и Харьков, конечно. Харьковская область. Там тяжелейшее положение. Все. Зеленский, Сирский, Янштаб этот. Это танкист ташкентский. Ну и, конечно, Павлюк и Умеров. Это полный провал. Абсолютный провал. То, что там не были подготовлены фортификационные сооружения. Это треп детский, который не устраивает. Говорят, что там это да, было тяжело. Ну так а что же? Тогда заходите. Что же вы не взяли? Это же как там Шебекины или как оно? Эту новую Талалаевку или как там ее? Товолжанку. Надо было туда зайти и там строить сооружение. А сейчас еще на Белгород не идете? Пожалуйста. У вас есть огромная армия, министерство внутренних дел. Минимум 200, может 250 тысяч войска. Вот отберите из них хоть половину и бросайте их вперед. Закройте ими все. Бросьте их на фронт. Чего же ты, Зеленский, не бросаешь? Значит, у тебя цель другая. Тебе нужна диктатура. Значит, ты просто пешка. Ермак, вы просто пешки в игре какой-то. Вот и все. А как иначе? Вам поставлена цель установить диктатуру. Растоптать славян, украинцев, христиан. А как иначе? Значит, вы враги славянско-украинской нации, росов, украинцев. А как? По-другому не выходит. Ваша задача уничтожить росов, украинцев, славян, православных, христиан. Что вы, собственно, успешно и делаете? Ну, ничего, уже шарманка скоро сломается. Она уже, по сути, сломалась. Так что Блинкин говорит, берите электрические гитары, ребята, потому что ваша шарманка сломалась. Ну, и выступил же Андрей Дыркач серьезными заявлениями. Блинкин же, видимо, не зря приехал. Это еще одна часть его приезда. Это же, представляете, целый руководитель Госдепа срочно в пожарном порядке прилетел в фейл государства под названием Украина. Зачем-то же еще приехал, правда? Под Байденом горит, очень горит. Вызовем Соскиным в Большом Канале. Пятнадцатое. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.